بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضيلا له ومن يهده فلا هاديا له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد На прошлом занятии мы остановились с вами при изучении книги سارسة الوسول на словах из третьей основы из той части, где автор рассказывает про третью основу познания пророка صلى الله عليه وسلم Мы остановились на его словах رحم الله تعالى أخذ على هذا عشر سينين يدعو إلى التوحيد وبعد العشري عرج به إلى السما وفرغت عليه الصلاوات الخمس وصلى في مكة ثلاثة سينين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة 10 лет пророк, да благословит его Аллах и приветствует посвятил этому, занимаясь призывом к توحيدу после чего был вознесен на небеса где ему были предписаны 5 обязательных молитв в течение трех следующих лет он совершал эти молитвы в Мекке после чего получил повеление совершить переселение хиджру в Медину так 10 лет, говорит автор пророк صلى الله عليه وسلم посвятил этому призывая людей к توحيدу то есть первые 10 лет своей миссии посланник Аллах صلى الله عليه وسلم посвятил этому чему призывал людей к توحيدу и к отречению от щирка пророк напоминал людям о توحيدе предостерегал их от щирка вообще не переставал горячо призывать к توحيدу когда находился на смертном адре то есть за несколько дней до смерти потом когда уже лежал на смертном адре то есть за всем короткий промежуток времени когда оставался до смерти пророк صلى الله عليه وسلم все равно говорил людям о توحيدе перед самой смертью когда уже началась предсмертная агония все равно пророк предостерегал людей от щирка напоминал им о توحيدе автор говорит он занимался этим 10 лет автор имеет в виду что не всего 10 лет пророк صلى الله عليه وسلم занимался призывом к توحيدу а что первые 10 лет миссии его были посвящены только призыву к توحيدу то есть первые 10 лет он занимался только целых 10 лет только призыв к توحيدу чтобы в сердцах людей укрепилось это убеждение отречение от щирка и посвящение поклонения только Аллах Субхану Ва Тааля посмотрите целых 10 лет кто пророк алейсалату ассалам призывал кого призывал тех которые лучшие из людей это сахабы сподвижники которых избрал Всевышний Аллах для того чтобы мы сопровождали его посланника в этом мире и пророк صلى الله عليه وسلم этих лучших людей 10 лет призывал только к توحيدу это указывает на то как важен призыв к توحيدу а затем уже оставшиеся годы его миссии еще 13 лет потому что его миссия всего длилась 23 года пророк صلى الله عليه وسلم как мы с вами говорили призывал и к توحيدу и к другим установлениям религии установлениям ислама это вот мы говорили с вами мощнейшее опровержение тем людям которые говорят да тавхид мы и так уже знаем чего там не знать это абсолютно известная вещь и говорить об этом уже не стоит много и вообще призыв к тавхиду он занимает не более пяти минут изучать тавхид долго не надо это всего минут пять и все ты выложил уже и большего не требуется почему вы все время говорите и настаиваете на изучении тавхида и обучении людей тавхиду мы говорим посланник Аллах он не такой человек как мы это посланник Аллах он призывал не таких людей как мы а таких как сахаба десять лет только тавхиду для укрепления в их сердцах понимания что такое тавхид весь его призыв посланник Аллах был направлен на это к тавхиду мы говорили с вами что на самом деле если посмотреть все что говорится в Куране все что говорится в сунни то это все тавхид вообще вся религия это тавхид мы говорили с вами что это либо рассказ о самом тавхиде аяты и хадисы о самом тавхиде либо о том что несовместимо с тавхидом то есть предостережение от хирка либо это аяты и хадисы о тех правах и обязанностях которые накладывает тавхид тавхид накладывает права и обязанности Мы говорили с вами, входит Таухид и следует из него, его частью является важной подчинение Аллаху Субхану Ва Тааля, причем выполнение его приказов, оставление его запретов. Или мы видим приказы в Куране и в Сунни, или запреты видим в Куране и в Сунни. Это все права и обязанности, которые накладывает Таухид. Это права Таухида, то есть опять про Таухид. Или рассказы про рай, про ад, что будет после смерти, что будет с грешниками, что будет с неверующими, что будет с многобожниками, что будет с праведниками, что будет с единобожниками. То есть сообщение о том, уведомление людей о том, что ожидает те, кто соблюдает Таухид и права Таухида, приказы и запреты, и что ждет те, которые нарушают Таухид и права Таухида. Получается, что вся религия, все, к чему призвал правок Али Саватул Салам на протяжении 23 лет, это был Таухид. Первые 10 лет, мы сказали, это был только Таухид. Это предостережение от Ширка, а остальное время, вплоть до самого смертного часа, когда он находился на смертном адре, это призыв и к Таухиду, и к тому, что из него вытекает из установления Ислама. То есть приказы Аллаха, Субхану Аталию, запреты. После чего, говорит автор, он был вознесен на небеса, где ему были предписаны 5 обязательных молитв, 5 обязательных намазов. Пророк Али Саватул Салам, это было в одну из ночей, перенесение произошло его из Аль-Масид-Аль-Харам, в Масид-Аль-Харам, в Мекке, в отдаленнейшую мечеть, в Масид-Аль-Акса, Бейт-Уль-Макдис, то, что называют Иерусалимом, что он в мечеть Аль-Акса, перенесение его туда. Это называется Али-Сра, а затем уже оттуда, из Масид-Аль-Акса, пророк Али-Салату Салам был вознесен на небеса. Это называется Ми'радж. Перенесение его из Аль-Масид-Аль-Харам, в Масид-Аль-Акса, это называется Али-Сра, ночной перенос. А вознесение его на небеса, это называется Аль-Ми'радж. Это относится к тем вещам, которые входят в сокровенное знание, сокровенное, скрытое знание, Ильму-Л-Гайб, относится к Ильму-Л-Гайб, к сокровенному знанию из тех вещей, которых сообщил нам пророк Али-Салату Салам, относящихся к Ильму-Л-Гайб. Если что-то есть, что сообщает нам пророк Али-Салату Салам, и что относится к Ильму-Л-Гайб, наше поведение, наше отношение к этому каково? Принцип у верующих, у единобожников, у Аль-Суна, у Аджама, Аманна, Васаддакна, Васаламна, Уверовали, подтверждаем, покоряемся, предаемся. Вот это должен быть наш принцип. Сказал пророк Али-Салату Салам про Исра и про Ми'радж, мы говорим Аманна, Васаддакна, Васаламна. Уверовали, подтверждаем, предаемся, покоряемся. Пророк Али-Салату Салам по прошествии десяти лет, десяти лет от начала пророчества, в одну из ночей был перенесен из заповедной мечети, то есть Аль-Мастуд-Аль-Харам в Мекке, в мечеть отдаленнейшую, потому что из трех мечетей, куда совершается, дозволяется совершать путешествие для поклонения в них, только из три мечети, куда, три места на земле, три мечети на земле, куда можно ехать для поклонения Аллаха Субхану. Это специально вправляться в путь для поклонения Аллаха. Это Мастуд-Аль-Харам в Мекке, это Мастуд-Анабави, мечеть Пророка Салам в Медине, это Мастуд-Аль-Акса, бейт-бин-макдис в Иерусалиме. Мастуд-Анабави находится посередине между вторыми мечетями, Мастуд-Аль-Харам в Мекке, потом Медина находится между бейт-бин-макдис и Меккой, и отдаленнейшая, самая из этих трех, это Мастуд-Аль-Акса. Смотрите, в этом тоже знамение, указание на истинность пророчества Мухаммада, что у него есть истинный посланник Аллаха. Разве тогда пророк Алиса Атусам, когда произошло это перенесение Исра ночное, разве он знал, что будет его мечеть в Медине? Не знал. Но Аллах Субхану Атали уже назвал ту мечеть Бейтумах Искак Алякса, то есть отдаленнейшая. Из трех, самая отдаленная. Уже уведомив посленно о том, что будет еще и мечеть пророк Алиса Атусам в Медине. Пророк Алиса Атусам тогда, конечно, еще что не знал. Это одно из чудес и знамений Аллах Субхану Атали подтверждающих истинность пророческой миссии Мухаммада Саллаху Салям. Итак, по прошествии десяти лет от начала пророчества в одну из ночей он был перенесен из мечети заповедной, то есть Медине Субхану Атали в Мекке, мечеть отдаленнейшая, а затем был вознесен на небеса. И вот именно в эту великую ночь в эту великую ночь Аллах Субхану Атали заповедовал, сделал обязанностью для Мухаммада Саллаху Салям и для его уммы, для его общины в совершении пяти намазов в сутки, в эту ночь. Смотрите, данное событие произошло в одной из самых великих ночей. Одной из самых великих ночей жизни пророка Алиса Атусам и жизни его общины. Где произошло это событие, то есть вменение в обязанность пяти намазов? Где? В самом высоком месте, куда только когда-либо, которого когда-либо достигали творения в самом высоком месте. Там Аллах Субхану Атали вменил в обязанность с Мухаммадом, 5 намазов и его общине. Как без посредника, напрямую, Аллах Субхану Аталий говорил с пороком, в эту ночь, там, в этом самом высоком месте, когда был Мухаммад Субхану Аталий, на небесах, говорил Аллах Субхану Аталий с ним без посредника, без посредничества дибрия, без посредничества ангела, напрямую, через завесу. Все это указывает нам на что? На важность намаза, огромную важность намаза. На то, что намаз нужно соблюдать, соблюдать так, как приказал нам наш Творец, наш Господь. Для мужчин 5 намазов, обязательных, еще и нужно обязательно выполнять совместно, коллективно, то есть в джамате, если есть для этого возможность. Итак, когда были вменены в обязанность 5 намазов? 5 намазов были вменены в обязанность за 3 года до хиджры, через 10 лет, после начала пророческой миссии Мухаммада Субхану Али-Ассалям. Мы сказали с вами, в такую ночь, в таком месте, напрямую, как велик намаз, как он важен, но при этой его важности, только через 10 лет, Аллах Субхану Ата'аля, вменил в обязанность умми его совершение, совершение 5-кратных намазов, 5-кратного намаза. А до этого таухид, 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 это указывает нам на что? Что прежде всего таухид, что важнее этого ничего нет, что без таухида ничто не имеет смысл, даже намаз, это указывает на ошибочность, ошибочность призыва многих людей, которые вообще начинают призыв к исламу с чего? С намаза. Говорят, самое главное, сейчас людей призвать к намазу. Таухид, это потом все уже, акида, это потом, братья. Сейчас главное, людей к намазу призвать. Баба, Кваш. Яхли Пророк Субхану Ата'алюм 10 лет, говорил, таухид, 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 через 10 лет только Аллах Субхану Ата'алюм сделала обязанностью 5-кратный намаз. А вы говорите, нет, сначала намаз, а потом таухид. Таухид прежде, и это важнее, потому что без него нет смысла во всем остальном, и даже в намазе. Мы говорили с вами, все деяния без Таухида, без этого духовного очищения становятся какими? Недействительными, становятся бесполезными. Так все важно, так все серьезно. Потом, говорит автор, в течение трех следующих лет он совершал эти молитвы в Мекке, после чего получил повеление совершить переселение, в Медину. Пророку Али Салату Салам Всевышним Аллахам было приказано переселиться из Мекки в Медину. Мекка в то время была землей неверия, Барадуль Куфар, землей, где господствовало и дало поклонство, Барадуль Куфар, где невозможно было уже исповедовать Ислам, исповедовать Единобожие. Поэтому Аллах Субхану Анаталий приказал Пророку Али Салам покинуть Мекку, отправиться в Медину, после того, как Мекка уже перешла в руки верующих. После того, как состоялась победа Аль-Фатха, взятие мусульманами Мекки, Пророк Салам сказал «Ля хиджрата баад Аль-Фатха». Нет хиджры после Аль-Фатха. После победы, после открытия Мекки уже нет хиджры. То есть уже не нужно из Мекки делать хиджру в Медину. Почему? Потому что Мекка уже стала землей Таухейда. Она перешла к мусульманам. И вот в этих словах Пророк Али Салам «Ля хиджрата баад Аль-Фатха» Нет хиджры после переселения, после победы, то есть после взятия, открытия Мекки, в этих словах содержится бушра. Бушра, то есть благая весть. Благая весть для всех верующих. Какая благая весть? О том, что Мекка уже никогда не станет землей Куфра, не станет городом неверия, поскольку уже никогда не будет необходимости совершать из нее хиджру. Посмотрите, автор говорит, в течение трех следующих лет он совершал эти молитвы в Мекке, после чего получил повеление совершить переселение в Медину. Получил повеление умера. На что это указывает? Указывает на то, что Мухаммад, саламу алейкум, Мухаммад, саламу алейкум, как все люди, он получал от Аллаха приказы и запреты. На него распространялись установление религии, законоположение религии. Шариат Аллаха, субханного тааля, распространялся и на него, и он подчинялся ему. Ему приказывалось, ему запрещалось. Вот это тоже опровержение. Опровержение кому? Бат-инитам. Бат-инитам. Несостоятельные слова бат-инитов. Кто это бат-иниты? Эти бат-иниты, они утверждают, утверждают, что предписание шариата, предназначено его для простых людей, для простых мусульман, для массы основной, для них предписание шариата, приказы, запреты, а уже для людей особых, для людей достигших, достигших какого-то просветления, какого-то духовного уровня специально, достигших высоких степеней, для них уже соблюдение шариата не обязательно. Они уже вышли за этот уровень, поднялись над этим уровнем, так они считают. Когда мы говорим, Бат-инит, это не какая-то одна конкретная группа, многие группы, которые имеют подобные убеждения, говорят, да, вот эти все приказы, запреты, намазы, ибадаты, да, это хорошо, но это для простых людей, не достигших еще, а кто уже достиг, он уже выходит из-под действия шариата, Аллаху Субхану Таалу, так они говорят, у них уже другой уровень. Мы говорим, Субхану Аллаху, пророк, алей салату, посланник Аллаха, лучший из людей, которому прощены его прошлые грехи и будущие, про него сказано, приказано ему было. Он получал приказы, запреты и подчинялся им. Кто еще может быть выше, чем он, и иметь степень выше, чем его степень. Далее автор, Рахима Аллаху Тааля, говорит, История, 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 فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستدعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عصى الله ويعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنون إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون قال البغوية رحم الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله بسم الإيمان والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها حجرة – это переселение из страны شيرка в страну ислама она является обязательным предписанием для этой общины переселение останется действительным до того, как наступит судный час на это указывает высказывание Всевышнего тем, кого ангелы упокоят чинящими несправедливость по отношению к своим себе скажут в каком положении вы находились? они скажут мы были слабы и притеснены на земле они скажут разве земля Аллаха не была обширна для того, чтобы вы переселились на ней? их обителью станет гиена как же скверно это место прибытия это не относится только к тем слабым мужчинам, женщинам и детям которые не имеют возможности и не находят пути таких Аллах может простить, ведь Аллах снисходительный, прощающий Всевышний также сказал о мои верующие рабы, воистину моя земля обширна, поклоняйтесь же мне Аль-Багави, да смилуется над ним Аллах, сказал этот аят был неспослан по поводу мусульман, которые остались в Мекке и не совершили переселение хиджры Аллах призвал их именем веры доводом из сунны на совершение хиджры служат слова не прекратится переселение, пока не прекратится покаяние а покаяние не прекратится, пока солнце не взойдет с запада так, прежде всего, автор дает определение понятию хиджра что такое хиджра? говорит хиджра линтикаль мин баради ширк иля баради лислам хиджра это переселение из земли ширка в землю ислама вообще же хиджра в более широком смысле имеет три вида три вида хиджры первое, это то, о чем говорит автор это переселение из страны неверия, из страны многобожия в страну ислама вот эта хиджра останется до судного часа вернее, до самого преддверия судного часа это первый вид хиджры второй вид хиджры оставление того, что запретил Аллах, оставление грехов хиджра хиджра вообще что такое? оставление чего-то так вот, оставление грехов, это хиджра пророк Саусалим назвал это хиджрой это обязательно, это необходимо И вот эта хиджра, второй ее вид, тоже будет продолжаться до преддверия судного часа. И третий вид хиджры, это переселение из Мекки в Медину. Переселение из Мекки в Медину. Вот этот вид хиджры, он прекратил свое существование, когда состоялся Аль-Фатх в 8 году хиджры. После обладения мусульманами Меккой, этот вид хиджры прекратился. Пророк Саусырм указал на это, сказав, нет хиджры после победы, после Аль-Фатха, то есть взятие Мекки. Хиджра в значении отказа, оставления того, что запретил Аллах, Субханава Тааля. Хиджра того, что запретил Аллах, подразумевает, братья, совершение хиджры в значении оставления деяний запретных. Тех людей, бывает хиджра в отношении людей, которые совершают грехи, смотря какой грех, может быть это вообще полное отречение от этих людей, а может быть хиджра в значении какое-то игнорирование ими, какое-то наказание им в виде игнорирования, для чего, если это исправит их. Как Пророк Саусырм сделал хиджру или сделал хаджар в отношении трех людей, которые, как вы помните, трое из подвижников, они задержались и не вышли в поход вместе с Пророком Алей-Саусырм, и потом был вот этот бойкот, хорошо, в отношении этих людей. То есть, может быть, хиджра в отношении тех, кто совершает теперь запретное, может быть, там есть свои условия, как это делается, свои правила, отдельный разговор. Дальше. Хиджра в отношении места, где совершается грех. Оставление места, где совершается грех, совершается порицаемо. Хиджра в отношении времени. Посмотрите, Пророк Алей-Саусырм, когда один человек дал обет зарезать животное, зарезать верблюдо в одном месте, которое называлось Буана, Пророк Саусырм спросил его сначала, есть ли там идол, был ли там когда-то идол язычников. Ему сказали нет. Потом спросил Пророк Саусырм, а какое-то празднество они устраивали, там, то есть, собирались в этом месте мушники, люди сказали нет. Пророк Саусырм сказал, хорошо, тогда выполняй обет. То есть, место, где совершается щелька, или совершается какой-то грех, отношение его совершается, что хиджра, то есть, избегание, оставление этого места. И касается времени тоже. Мы говорили с вами, что мы избегаем, и тех дат, или тех дней, в которые они, то есть, многобожники, совершают свои какие-то обряды религиозные, тоже хаджр. Подразумевает, таким образом, хиджра, грехов, хиджра того, что запретил Аллах, помимо прочего, что нельзя сидеть в тех местах, находиться, и сидеть в тех местах, где совершается мунта, где совершается что-то порицаемое. Нельзя находиться там, нельзя сидеть. Есть какие-то запретные развлечения, или тем более, если есть щирк, и так далее. Это запрещено Всевышним. Необходимо избегать. Человек может находиться там только в том случае, если он пришел туда для порицания этого, для того, чтобы остановить это. Для объяснения людям недопустимости этого, порицания этого мунка, этого скверного деяния. Автор говорит, и она является обязательным предписанием для этой общины. Фарила, фард, хиджра, останется обязательным предписанием для этой общины. Переселение, говорит он, будет продолжаться, останется действительным до того, как наступит судный час. То есть до преддверия судного часа. И потом он приводит довод, он говорит, на хиджру из Кур'ана. Довод из Кур'ана из Суры Ниса, Суры Ниса, с 97 по 99 аят. Слова Аллах Субханного Та'аля. «Инна лязина тавафахуму лмалайкату дали ми анфусим, калю фи ма кунтум». «Калю кунна муста дарфина фи л'ан». «Тем, кого ангелы упокоят, чинящими несправедливость по отношению к самим себе». «Вали ми анфусим». То есть люди не исповедовали свою религию. «Им скажут, то есть ангелы скажут им, фи ма кунтум, в каком положении вы находились». То есть они поклонялись Аллах Субханному Та'аля, вы не исповедовали вашу религию. «В каком положении вы находились?» «Что они ответят?» «Кунна муста дарфина фи л'ан». «Мы были слабы, притеснены в земле». Хорошо, в той, в которой мы находились на земле. «Слабы, притеснены». То есть, мы не могли исповедовать религию там, потому что мы в этой земле находились. Мы не могли там исповедовать религию. Находясь в земле, где нас притесняли. Ангелы скажут им, когда они так ответят. «А разве земля Аллах не была обширна для того, чтобы вы могли переселиться на ней?» И потом Аллах Субханному Та'аля говорит после этого. «У этих пристанищем будет ад, и как скверно это пристанище. Это место прибытия». Потом Аллах Субханному Та'аля говорит о тех людях, которые, да, их притесняли. Они не могли исповедь религии, но они были слабы. Они не могли переселиться. У них не было возможности. Не могли как-то ухитриться и уехать оттуда, переселиться. Не находят пути. Аллах Субханному Та'аля говорит. «Илляль мустад'афина. Миналь риджали, ванниса и вальвильдан. Ла истокуна хилятам, вала яхтадуна сабейля». Кроме слабых мужчин, женщин, детей. Это не относится к ним. Слабых мужчин, женщин, детей, которые не имеют возможности, не находят пути. «Фа улайки асаллаху и афуанхума каналлаху афуван гафура». Вот таких вот Аллах может простить. Потому что Аллах снисходительный, прощающий. На что указывает этот аят? Что если человек мустад'афил арб, ослаблен в какой-то земле, так что не может исповедовать там свою религию открыто, исповедовать шариат, установление Аллаха Субханному Та'аля открыто, то значит переселение для него становится ваджбом, обязательным. И такая угроза в этом аяте – переселение из земли неверия в землю исляма, из земли щерка в землю исляма. Исключение делается только для кого в таком случае? Только для людей, у которых нет возможности сделать это. Будь то мужчины, или женщины, или дети, не имеют возможности для хиджры, не находят для этого пути. Для них исключение. Так человек, который не может исповедовать свою религию в какой-то земле, открыто, открыто говорить, что он мусульманин, открыто соблюдать установление своей религии, для него хиджра становится ваджб, обязательным из земли неверия в землю исляма. Итак, это довод. Довод из Курана. Потом автор приводит второй довод из Курана. Слова Аллаха Субханного Та'аля «Я аибадия лязина аману, инна арди васи'атум файяя фа'буту». Аллах Субханного Та'аля говорит «О мои верующие рабы, я аибадия лязина аману, о рабы мои, которые уверовали, о мои верующие рабы, воистину моя земля обширна, поклоняйтесь же мне». Поклоняйтесь же только мне. И говорит автор, что Аль-Багвы, Рахмалу Та'аля, сказал «Причина неспасания твоя». «О рабы мои верующие, поистине земля моя обширна, поклоняйтесь же мне». «Причина неспасания аята». В отношении кого он был неспасан? Что послужило причиной неспасания аята? Это мусульмане, которые оставались в Мекке, вы знаете, их там притесняли, они не могли исповедовать там всю религию, и они не совершали при этом переселения, хиджры. Аллах Субханного Та'аля призвал их именем веры. Именем веры. Сказал Аллах Субханного Та'аля «Я аибадия лязина аману, рабы мои, которые уверовали». То есть Аллах Субханного Та'аля воззвал, к ним обратился, называя их верующими, указывая на какое их качество. Вера, иман. Если вы верующие на самом деле, если вы обладатели настоящего имана, истинного имана, совершите тогда переселение оттуда, из этой страны, где вам не дают исповедовать таухи, не дают исповедовать вашу религию. Да, они уверовали, эти люди, но тот, кто уверовал истинно, уверовавший истинно, он непременно должен совершить хиджру из страны неверия, в страну веры и ислама. Потом автор говорит доводом из Сунны, что является на хиджру, на необходимое совершение хиджры, что это фарида, что это фарт, установленный Аллах Субханного Та'аля, он будет до Судного дня, хадис пророка, алей-сарату ассалям. Какой хадис? Не прекратится переселение, то есть хиджра, пока не прекратится покаяние. И не прекратится покаяние, пока солнце не взойдет с запада. То есть хиджра будет продолжаться, как хукам Аллах Субханного Та'аля, фарт, его остается действительный, хиджра, пока действительно тауба. А тауба, она когда заканчивается, сказано, признаком того, что все, тауба закончилась, возможность для покаяния закончилась, это восход солнца запада. Тут уже, если люди начнут веровать, принимать ислам, каяться в своих грехах, то уже это не принимается. Сказано, пока не прекратится покаяние. То есть, значит, будет возможность для покаяния когда-то, что прекращено. Прекратится. И двери покаяния будут закрыты. Когда это произойдет? Когда двери покаяния закроет Аллах Субханного Та'аля? Когда солнце взойдет с запада перед судным днем, это для всех людей, в общем, кто будет тогда. И для каждого из нас, индивидуально, когда закроется дверь покаяния, дверь таубы, когда душа подступит к горлу, когда наступит судный час, когда вот здесь вот в горле забурлит, забулькает, начнет пениться, тогда все. Тогда заканчивается возможность для таубы. И Аллах Субханного Та'аля говорит об этом в Куране. И нет покаяния для тех, которые совершают злодеяния. А когда приходит смерть, говорит, вот теперь я покаялся, раскаялся. Нет для них толбы. И для тех, кто умирает неверующим, для них мы приготовили мучительные страдания. Далее автор говорит здесь, разбирая третью основу, то стоит, цифр воды. Ск 컨ца комр demнике, цифр воды, % клинцем аллайн храмe, на applauding, вроде уззКА, велanch kel, wnie замкал, все звезда, и ос bins, вот так еде. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И нет зла, от которого он не предостерег бы ее Благом, на которое он указал, является таухид и все, что любит Аллах и чем он доволен Злом, от которого он предостерег, является ширк и все, что ненавидит и отвергает Аллах Аллах послал его ко всему человечеству и предписал всем джинам и людям подчиниться ему На это указывают слова Всевышнего Скажи, о люди, я посланник Аллаха ко всем вам Аллах довел посредством него до совершенства религию, о чем свидетельствует высказывание Всевышнего Сегодня я довел для вас до совершенства вашу религию и довел до полноты свою милость к вам и удовлетворился для вас исламом как религией Пророк, мир ему и благословение Аллаха, умер, и это подтверждается словами Всевышнего Воистину, ты смертен и они смертны, а потом, в день воскресения, вы будете припираться у своего Господа Так автор говорит, когда он обосновался в Медине, ему были приказаны остальные предписания ислама Такие как закат, пост, хадж, азан, джигад, призыв к одобряемому, удержание отборисаемого и другие предписания ислама Мы говорили с вами раньше, что Пророк, в начале своей миссии, призывал только к таухиду А затем к таухиду и к остальным предписаниям религии Эти последние 10 лет здесь уже Аллах Субханава Тааля вменил в обязанности Такие предписания, как автор говорит, закат, саум, пост, хадж, джигад, призыв к одобряемому, удержание отборисаемого и так далее Кто-то скажет, но закат, он же был раньше вменен в обязанности То есть в Мекканских аятах есть приказ выдавать закат Как это понять? А здесь автор говорит, что уже потом, когда Пророк Саусалим обосновался в Медине Дело в том, что закат, да, он был вменен в обязанности еще в Мекке Но подробности, подробности, связанные с закатом Несаб, категории элит, с кому выплачивается закат и так далее Те вещи, с которых нужно платить закат И категории имущества, с которых платится закат Все эти подробности, это уже было разъяснено Аллахом, где? Когда Пророк Саусалим был в Медине Это все было уже неиспослано в Медине И автор говорит, он, то есть Пророк Саусалим, следовал этому в течение 10 лет А после этого скончался мир ему, благословение Аллах Вот это вот убеждение Расулла Ваджама Очень важный пункт Апиля Расулла Ваджама Что Пророк Саусалим, это Башар Башар, то есть человек Он человек, и постигало его все то, что постигает других людей В том числе и смерть В том числе и смерть Пророк Саусалим умер Это убеждение Расулла Ваджама На которое указывает Куран и Сунное понимание Сахаба Хорошо? Как некоторые говорят, что жив и так далее Да, Пророк Саусалим жив, но в другой жизни Это жизнь варза Это не эта земная жизнь Та жизнь, где действуют свои законы, свои правила Отлично от этой жизни совершенно, не похожа на эту жизнь Там, да, там Пророк Саусалим жив Но земная жизнь, Пророк Саусалим, закончилась Он умер Но Аллах Субхану Ва Тааля Хоть Пророк Саусалим и умер Но умер когда? Когда Аллах Субхану Ва Тааля уже довел до совершенства этой религии До полноты Аллах Субхану Ва Тааля Довел до совершенства До полноты Свою милость к нам Он через Пророка Саусалим Передал нам Религию Ислам полностью Хорошо? Аллах Субхану Ва Тааля Передал религию Ислам полностью Завершенной Не нуждающейся уже в какой-то коррекции В каких-то дополнениях Аллах Субхану Ва Тааля сказал Алияума акмальту лакум динакум Уатмамту алейкум ми'мати Уарадиту лакуму лисляма дина Сегодня я довел для вас До совершенства вашу религию И довел до полноты свою милость к вам И удовлетворился для вас Исламом как религии Это одна из величайших милостей Аллах Субхану Ва Тааля Дары Аллаха они неисчислимы Милости Его неисчислимы Но вот это одна из величайших милостей Потому что Аллах передал через Мухаммад Аллах Субхану Ва Тааля Завершенной Полной Это опровергает полностью воззрение Кого? Последователей Сторонников Берятов Нововведений Мы говорим им что? Сторонникам нововведений Мы говорим Это религия полная Это религия совершенная Никто не может к ней ничего добавить Уже Ввести в нее что-то Все Уже нельзя Полная Полный сосуд с водой До краев Если ты попытаешься в него еще долить Жидкости Где будет то что ты доливаешь Внутри стакана Внутри сосуда Или вне Вне То есть это уже не в религии Это не относится к религии Если ты что-то в нее пытаешься добавить Это уже не будет В этой религии Это будет За ее бортами И мы Свидетельствуем Что Мухаммад Саллаху Ассалам Все посланники Что они выполнили Ту миссию Которую им доверил Аллах Субхану Атааля Что они проявили Искренность Насыха В отношении Своих народов Своих общин Что они донесли До людей Послание истины И что они усердствовали На пути Аллах Субхану Атааля Истинным усердием Истинным джиадом Автор говорит Ну Проксус им умер Но его религия Она осталась И вот эта Религия Ислама Это его религия Такого блага нет На которое он бы Не указал своей общине И такого зла нет От которого он не предостерег бы Свою общину То есть Внимательно Это очень важные слова автора Посмотрите Краткие четкие слова Но в них великие принципы Закладываются при изучении Вот этой вот книги А книга она предназначена В основном для начинающих людей Изучающих религию Начинающих ее изучение В ней уже закладываются В сердце Очень важные принципы Что не может быть такого Автор говорит Что пророк Алейсарату Взял и проявил Какую-то небрежность Какое-то упущение допустил Или скрыл чего-то Вот из того Что он должен был донести До нас По приказу Нет такого Не может быть такого Упустил чего-то Скрыл чего-то Или небрежность допустил Не может быть такого Он Алейсарату Донес до нас Все Что приказал Всевышний А Всевышний Сказал Что? Акмаль Довел до полноты До совершенства Вашу религию А Пророк Су-Саим Ее донес полностью Все Поэтому если есть что-то Что может нас приближать Как-то Как Аллах Обязательно Несомненно Пророк Су-Саим Об этом значит сообщил Не может быть так Что появился Человек Говорит Вот Сейчас я с чего-то Такому научу Этого нет в религии Но оно тоже приближает К Аллаху Позволит вам добиться Благословенности Аллах Су-Саим Нет такого Нет блага Которое приближает Нас к Аллаху Чтобы Пророк Су-Саим Об этом не сообщил И нет такой вещи Которая наоборот Отдаляет Человека От Аллаха Чтобы Пророк Не запретил бы Вот эту вещь Не запретил бы ее нам Или не предостерег бы Нас этой вещи Эта религия Она полная Она совершенная Поэтому сторонники Нововведений Религиозных У них вообще Нет никаких Доводов Аргументов Они лишены Полностью Аргументов Против сказанного Потому что Мы говорим На основе Курана И Сунны И автор говорит Благом То есть Хайром На которые Он указал То есть Пророк Является Что Ставит во главу Опять Таухид И все Что любит Аллах И чем доволен Аллах Таухид Потом права Таухида То что любит Аллах Чем доволен Аллах Злом От которого Он предостерег Является Щирк И все Что Ненавидит Аллах И отвергает Аллах Субхану Потом автор Говорит Что Посмотрите В каждом из разделов Сколько разделов В этой книге Пять разделов Да Мы проходили В каждом Из разделов Обязательно Автор Говорит нам О важности Таухида О сути Таухида То есть Нет такого Что сказал Там где-то В начале И потом Все Потом О чем-то другом Каждый раз Возвращает нас К этому И при всех Трех основах Первая основа Это Познание Твоего Господа Таухид Что такое Таухид Важность Таухида Потом Что Религия Ислам Имеющая Три ступени Опять И причем В каждой ступени Опять напоминание О чем О Таухиде Здесь Рассказ о ком О пророке Саусалим Ответ на вопрос Кто твой пророк Опять все время Автор говорит Что миссия Пророку Саусалим Она Строилась На призыве К Таухид Опять Таухид 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 Когда он жил И когда он Умер Автор Дальше Говорит Аллах Послал Его Ко всему Человечеству Предписал Всем джинам И людям Подчиняться Ему И на это Указывают Слова Всевышнего Скажи О люди Я посланник Аллах Ко всем вам Здесь Освещается Тоже важный Вопрос Кому Был послан Мухаммад Саллаху Посмотрите Всякий Пророк Посылался Именно К своему Народу Я же Послан Ко всем Людям Хадис Который Привел Имам Аль-Бухари Рахум Аллах Итак Все пророки Посылались К своим Народам К своим Общинам К своим Народам Только А Мухаммад Он Послан Ко всем Людям Более того Не только К людям Всевышний Аллах Отправил Мухаммада Не только К людям Но и К кому И к джинам Ас-сакалян Две тяжкие Весомые Твари Два вида Аллах Субханат Назал Ас-сакалян То есть Тяжелые Творения Весомые Творения Мы сами Уже раньше Говорили Что иудеи Христиане Которые Жили при Пророке Сау-салям Те Которые Жили После Него Те Которые Живут Сейчас До Которых Дошел Призыв Мухаммада Сау-салям Призыв Ислама Если Они Не Вошли В Него Когда До Них Дошел Призыв То Они Являются Неверующими И Умрут На этом Если То Они Войдут В ад Если До Них Уже Дошел Призыв Ислама Потому Что Мухаммад Он Послан К Двум Тяжким Тварям К Джинам И Людям Ко Всем То есть Никто Не Имеет Права Взять Отказаться От Шариата От Вероустава Мухаммада От Его Религии Сказать Я Буду То На чем Был Иса Да Я Буду Соблюдать Единобожие Но Придерживаясь Того Вероустава На котором Был Иса Или Мус Скажем Нет Кто Отказывается Следовать За Мухаммад Тот Является Неверующим Кем Бо Он Ни Был Кем Бо Он Был Что Пророк Он Сказал Ла Ясм Би Мин Ази Уммати Я Уди Ау Нас Рани Сум Если Кто То Из Этой Общины Или Из Моей Общины Другой Версии Будто Иудей Или Христианин Услышав Обо Мне Не Уверует Меня Непременно Войдет В Ад Далее Автор Говорит Аллах Довел Посредством Него То Мухаммад Ассалам До Совершенства Религию О чем Свидетельствуют Слова Всевышнего Сегодня Я довел До вас До совершенства Вашу Религию И довел До полноты Свою Милость К вам И удовольствовался Для вас Исламом Как Религии Еще раз Автор Подчеркивает Что Что Это Религия Полная То есть Опровергает Воззрение Кого Ах Сторонников Нововведения Однажды Аком Пришел Иудей Один Человек Из Иудеев В некоторых Сообщениях Указывается Что Это Был Ка'бал Ах Бар Пришел И Сказал Обратившись К Омару Омар Ему Сказал О Какой Это Аят О Каком Аят Ты Говоришь Тот Человек Сказал Слова Аллах Альям Акмаль Турак Динак Ватмам Турак Нимати Сегодня Я Довел До Совершенства Для Вас Вашу Религию И Довел До Полноты Свою Милость К вам И Удовольствовался Для вас Ислам Как Религии Омар Сказал Ради Аллах Валлах И Нила Алями Аль Йом Аляти Назарат Аля Расул Илля И Сал Аллах Аля Аля Сал Аля Тиназарат Фи Аля Расул Илля И Сал Аллах Аля Аля Сал Клянусь Аллах Я знаю Тот День Тот День Когда Этот Аяс Не зашел Посланник Аллах И знаю Час В который Этот Аяс Не зашел Пророк Аля Сал Аля Аши Это Араф Фи Йом Джум Это Было Вечером Вечернее Время В день Араф В пятницу Вот это Ответ Что он Означает Означает Что мы Не можем Вносить Ничего В религию Ноуба И никаких Праздников Не можем Вносить Это религия Полная Уже Сам этот Человек Который Пришел Говорит Это Такой Великий Аят И такое Великое Событие Что религия Ислам Полная В нее Уже Ничего Нельзя Добавить И Омар Говорит Нельзя Добавить Действительно Уже Никакие Праздники Мы не Можем Туда Добавить Аят Великий Но Аллах Субханава Тааля Он И так Не Спаслал Этот Аят В такой День Который И так Является Для нас Праздником Не потому Что мы Его Сделали Праздником Аллах Субханав Тааля Своя Религия Сделал Праздником День Арафа Вечером Представьте День Арафа Вечером Это время Самое Великое Время Хаджи Когда люди Обращаются К Аллах Субханав Тааля Сдуа И уже Последние Часы Обращения К Аллах Сдуа Когда Аллах Субханав Прощает Всех Кто стоял На Арафате И взывал К нему Искренне И с покаянием Аллах Прощает В этот Великий День Аллах И так Сделал Это Аид Праздником Каждый Год Мусульмане В этот День Собираются На Арафате Для Дуа Для Мольбы И покаяния И еще И пятница Пятница Это Еженедельный Аид Еженедельный День В который Мусульмане Собираются Для поклонения Аллах Субханав Тааля Для Худбы То есть Еженедельный Праздник И нет нужды Чего-то Вводить Это И так Праздник Хорошо Это Арафа Это Пятница Джума Этот Аят Очень важный Аят Нужно Выучить Этот Аят Наизусть Это Аят Из Суры Третья Аят Из Суры Трапеза Пятая Сура Куран Этот Аят Безоговорочно Безоговорочно Доказывает Нам Что Полноту Этой Религии Что Она Полная Он Безоговорочно Опровергает Утверждение Ахлю Сторонников Нововведений Вот Это Путь Ахля От Нововведений Следование И От От Нововведений А приверженцы нововведения их путь в чем состоит? Что они все время противоречат текстам Курана и Сунны. Ссылаются на что? И на чем строят свою религию? На каких-то сновидениях. Кто-то из праведников чего-то увидел. И потом они вводят на основе этого сновидения чего-то в религию. Или какое-то видение было кому-то. И они на этом строят свою религию, добавляют чего-то в ислам. Добавляют в религию что-то новое. Тем самым, по сути, утверждая что? То есть задумываются, что они по сути утверждают? Когда вводят в религию что-то. Утверждают, получается, что пророк не все нам передал, что должен был передать. Пусть не прямое, но косвенное обвинение пророка в чем? Там, в чем? В упущении, в сокрытии знания или в нерадивости какой-то, али-я-зу-билля, в небрежности. Аллах говорит, все, до конца закончил. А вы говорите, нет, не все. Значит, получается, что вы пророку сусалам обвиняете в том, что он не все вам передал. То есть осталось еще в религии что-то такое, что пророку сусалам оставил вот так, без внимания и без передачи. Поэтому на Машал Тебе он приводит один асар, одно сообщение очень хорошее. Слова имама Малика. Слова имама Малика. Говорит передача, как я слышал, как Малик. Малик, рахима Аллаху, имам Малик говорит, Слова имама Малика. Великие слова. Говорит, слышал я, как имам Малик сказал, что сказал, кто вводит в ислам нововведение, считая их хорошими. Тот утверждает, что Мухаммад поступил вероломно в отношении возложенного на него послания. То есть Аллах возложил на него передать послание, поступил вероломно. Аль-Язубилля. То есть это утверждает, что из бедя какое-то хорошее нововведение. Потом Малик сказал, Прочти, если хочешь, слова Аллаха, Аль-Ям Акмальту лакумринакум. Я сегодня для вас довел до совершенства вашего религии. Довел до полноты свою милость к вам, удовольствовался для вас ислам как религии. А потом Малик сказал, посмотрите, что то, что тогда не было религии, то и сегодня не является религией. Субханаллах. Во время Пророка Саусалима это не было религией. Не было бы этого в религии. Да? Эти действия не относились к религии. Значит, они и сегодня не относятся к религии. Автор говорит далее, Пророк Саусалима умер. И это подтверждается словами Всевышнего. Воистину ты смертен и они смертны. Иннаки мэййитун ва иннахум мэййитун. Сумма иннакум яумал киямач инда раббикум тактасимун. А затем в день воскресения вы будете припираться у своего Господа. Эти слова внимательно. Иннаки мэйитун ва иннахум мэйитун. Ты смертен и они смертны. Аллах говорит это доказательство того, что Пророк Саусалим человек его постигает то, что постигает людей. Кто-то говорит Пророк Саусалим жив. Шахиды живы. Живы. Но это еще раз повторяю не значит, что они живы в этом мире. Это иная жизнь. Это жизнь в барзаху. Там действуют совершенно другие правила, законы. Она совершенно не похожа на нашу жизнь. И вот здесь заканчивается четвертый раздел этой книги. Какой раздел? Три основы. Если вы помните, эта книга состоит из пяти разделов. Первый раздел был какой? Четыре вопроса. Знание, деяние, призыв, потом терпение. Вторая часть была этой книги что? Три вопроса. Таухид, Рубубия, Алюхия, Ас-Маус-Сифат, помните? Отречение, потом что? От щерка. И последователь щерка. Это был второй раздел. Третий раздел этой книги был какой? Зачем мы изучаем Таухид? Про Ханифия. Да? Зачем изучаем Таухид? Четвертый отдел, раздел книги, самый широкий, большой, он что был посвящен трем основам. Трем основам, и далее начинается последняя часть книги в соответствии с тем, как ее разделили, мы с вами говорили об этом, последняя часть книги заключение, заключение Хатина. Саллаху Саляму Аля Мухаммад и Аля Аля и Аля и Аля и Аля и Аля и Аля Мухаммад . Продолжение следует...